Благословение Господне да пребывает со всеми нашими богомольцами, собравшимся сегодня почти воскресный день и день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Напоминаю, что завтра у наших соседей в храме святого благоверного князя Александра Невского в Леонозово на Абрамсиской улице, не так далеко от нас, престольный праздник и богослужение будет совершать высокопреосвященнейший Матфей архиепископ Егорьевский. А мы сегодня с вами провожаем день субботний, встречаем день воскресный. И мне хотелось бы поделиться с вами небольшим наблюдением жизненным. Прочитал недавно совет, один из советов, который помогает экономить время. Отпишитесь от всех ненужных рассылок. Ну так получилось, что когда-то книги покупал в каком-то электронном магазине, фотографии в другом месте заказывал, спортивную одежду покупал или какие-то принадлежности такие для здорового образа жизни. И то в одном месте галочку поставил, то в другом, то в третьем. И вот приходят какие-то сообщения, что-то рекламируют. Ты их периодически удаляешь в надежде на то, что может быть когда-нибудь ты еще зайдешь в это место, что-то купишь себе, какую-то новость узнаешь интересную. И вот решил все удалить. И взгляд остановился на одной рассылке, которая тоже давно приходит, но, так сказать, которую я активно стараюсь пользоваться. Очень хорошая рассылка. Сайт такой есть, один из самых известных наших православных. православие.ру Вот они делают такую еженедельную рассылку, которая приходит обычно в пятницу вечером, где как бы анонсы на всю предстоящую седмицу, начиная с воскресного дня, кончая как бы субботним днем. И очень, как бы так вот, прямо в начале этой рассылки, такое замечательное напоминание о необходимости не только чтения Священного Писания, но и грамотного его понимания, грамотного его изучения. И там прямо даются три такие ссылочки, которые вот в нашем видео, они будут, так сказать, под видео. Но я про них коротко расскажу. Первая ссылочка – это ссылочка на сайт optina.ru, где дается толкование Священного Писания на каждый стих. Вторая ссылочка, сайт называется exegget.ru, экзегет, то есть толкователь. Также там как бы много видеобесед, в том числе, насколько я помню, нашего настоятеля бывшего, протери Андрея Рахновского на Священное Писание, многих московских библеистов. И третья ссылочка была на ресурс просветительских курсов Средницкого монастыря. Уже не первый год в монастыре проходят просветительские курсы, разные люди туда приходят, которые хотят глубже понимать Священное Писание. И вот, зайдя на сайт optina.ru, там вот такое, прямо заглавная страница. И вот хотелось бы поделиться с вами такой замечательной мыслью об изучении Священного Писания. Мысль – это не нова. Она принадлежит святителю Иоанну Златоустому. И находится в его сочинениях. В каком месте? На толковании первой главы Евангелия от Матфея. Вот что он пишет. По-настоящему, пишет он, нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писания. Видите, как говорит? Нам даже Писание не нужды, по-хорошему. А нужно было бы вести жизнь такую чистую, чтобы вместо книг служила благодать Духа, и чтобы как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уже хотя бы вторым путем, то есть путем имения у себя Священного Писания и чтения. А что первый путь был лучше, это Бог показал и словом, и делом. В самом деле, с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не через письмена, а непосредственно, потому что находил их ум чистым. Когда же весь еврейский народ пал в самую глубину нечестия, тогда уже явились письмена, скрижали и наставления через них. И так было не только со Святым и Ветхом Завете, но, как известно, и в Новом. Так и апостолам Бог не дал чего-либо писанного, а обещал вместо Писаний даровать благодать Духа. То есть, сказал Он им, вспомнит вам все. И чтобы ты знал, что такой путь общения Бога со святыми был гораздо лучше, послушай, что Он говорит через пророка. Завещаю вам завет новый, дая законы Мои в мысли их и на сердцах напишу их, и будут все научены Богом. Из книги пророчеств Иеремии. И Павел, указывая на это превосходство, говорил, что он получил закон, написанный не на скрижалях каменных, а на скрижалях сердце полтяных. Но так как с течением времени одни уклонились от истинного учения, другие от чистоты жизни и нравственности, то явилась опять нужда в наставлении письменном. Подумайте, какое будет безрассудство, если мы, которые должны были жить в такой чистоте, чтобы не иметь и нужды в Писании, а вместо книг предоставлять сердца Духу, если мы, утратив такое достоинство и, возымев нужду в Писании, не воспользуемся, как должно, и этим вторым врачевством. Если достойно укоризны уже и то, что мы, нуждаясь в Писании, и не привлекаем к себе благодать и Духу, то какова, подумай, будет наша вина, если мы не захотим воспользоваться и этим пособием, а будем презирать Писание, как излишнее и ненужное, и таким образом навлекать на себя еще большее наказание. Так он увещевает в начале своих бесед со своей паствой. Конечно, мы с благоговением относимся к Священному Писанию. Конечно, мы помним все те слова святоатические и слова самого Священного Писания о необходимости его изучения. И вот не только необходимости изучения Священного Писания как такового, но и особенно, обратив внимание на те толкования, которые святые отцы оставили нам, как свой драгоценный опыт. И вот современные средства, современные средства, интернет, средства связи, они позволяют нам глубже узнавать Священное Писание. Мы с вами прекрасно понимаем, что любое достижение научно-технического прогресса можно повернуть как в одну, так и в другую сторону. Поэтому никогда нельзя огульно что-то осуждать, но быть мудрыми и все то, что Господь попускает в нашей жизни, использовать во благо себе, во благо своим ближним, для того, чтобы лучше, глубже узнавать Слово Божие, которое является питательной средой для нашей с вами души. Аминь. Всем вам Божьей помощи и благословения на дорогу. Божьей помощи и благословения на дорогу. Спасибо. Спасибо.